всем привет вы на канале пользы нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы и как всегда вы сейчас наблюдаете вход на телефон на который будет обзор это сяоми 11 pro меня зовут сани единственная разница эта петличка берется родовская то есть если вы хотите услышать как здесь работают микрофоны конкретно в этой мобилке вы сможете услышать это в примерах съемки которых будет как всегда очень много также как примера фотографий сразу по поводу телефона мне он понравился мне понравилось как они сработали с напом тремя восьмерками они не сделали сумасшедшие какие-то баллы в antutu они не сделали какие-то сумасшедшие баллы в 3d марки пока процессор работает довольно странно потому что даже на 100 головках он работает сначала стабильно потом нестабильно потом опять стабильно я такой у трех восьмерок вижу первый раз то есть обычно мы видим кривую из разряда падения здесь рандом возможно как-то во время обзора во время того как его буду делать что-то еще поменяется еще раз 30 его погоняют но по стабильности если брать тот же one plus 9 pro который у меня на руках я скажу что он греется в разы больше и сяоми 11 к про я не смогу назвать не суп флагманом не каким-то недоделанным телефоном потому что по большому счету максимальная топовое железо в этом смартфоне да там чего-то не хватает каких-то мелочей опто стаба еще чего-то но по факту это реально флагман если мы говорим realme gt это флагман то это тем более флагман поэтому обязательно смотрим обязательно участвуем в конкурсах так что смотрим в описании 1021 на ютюбе всем привет меня зовут саня канал пользы на розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео 20 мебендов я разыгрываю завтра 11 11 онлайн на стриме там все просто все условия всех розыгрышей в описании самые интересные конечно это 20 мебендов двое часов пиксель 5 а пиксель бац и и разумеется нарза 50 подписывайтесь с колоколом а сегодня я расскажу вам о смартфоне сяоми 11 т про полетели на руках у меня глобальная версия коробка пришла помятая в правом углу оформление не выдающиеся стандартные спеки все на английском комплект состоит из смартфона в моем случае на 8 гигабайт оперативы на 256 внутренний блока питания на космические 120 ватт от которых все безумно радуются но я бы не сказал что это первый телефон которая вижу с данной зарядкой кабель юсб тайп си скрепки топорного защитного чехла и руководство пользователя с гарантийным талоном без информации на русском языке зато здесь есть украинский летим дальше продажи имеется три разных расцветки корпуса небесный голубой лунные белые метеоритные серый корпус полностью изготовлен из матового пластика тыльная часть имеет приятные переливание цвета она марка но в целом неплохо скрывает следы сам корпус скользкий но не склонен к быстрым мелким повреждением конечно если не кинуть его без защиты сразу в карман с ключами выглядит круто но в руке держать без чехла не совсем уж удовольствие я бы сказал не особо удобно и связано это с его размерами которые составляют 164 на 77 миллиметров и на 9,2 миллиметра без блока камер хотя визуально это не так бросается в глаза а 11 миллиметров с ними и весит устройство без чехла аж 208 граммов на 3 граммов меньше чем iphone 13 про на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости 2 стереодинамика dolby atmos на борту и звук harman kardon конечно же но опять же никогда не строим ложных иллюзий какая-нибудь колонка за 1500 рублей будет при любом раскладе играть лучше а также есть один разговорный динамик далее к пор три микрофона разъем type-c блок камер и прорезиненный слот на 2 наносим карты корпусом и расположением всего что есть на нем ничем не отличается от сяоми 11 обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу и который стоит кстати завтра лояльных денег в 28 тысяч рублей я бы не сказал что он стоит даже рубля дороже поэтому если вы задумываетесь над покупкой серии т как раз пора кнопки люто люфтят у 11 т про в принципе как у 11 и нажимаются с негромким характерным щелчком защита от пыли и влаги официально не заявлено что неудивительно за этот ценник оснащен смартфон плоским amoled dot дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек плотность пикселей 440 дипи или 395 пипи ай по данным antutu я бы не сказал что это космос я бы даже сказал что это прям бюджетный вариант плотности есть поддержка dolby vision и на борту hdr 10 плюс частота обновления экрана настраиваемая 60 или 120 герц сами выбираете тач на 480 герц отмечу если кому нужен тач побыстрее урил миджете нео 2 которые стоят двадцать одну тысячу рублей обзор вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу при том глобалка уже выходит завтра точно 600 герц максимальная яркость достигает у т11 про 800 нет а пиковая 1000 нет тоже ничего космического никак во флагманах 1300 нет пиковой яркости при ярком свете и в солнечную погоду все отлично видно блики есть но просмотру сильно это дело не мешает автояркость работает плавно и хорошо подстраивается под освещение великолепно 10 минк наличие но активировать его можно только при 60 герцах вряд ли кто-то будет пользоваться при 60 герцах телефоном правильно который поддерживает 120 может это дело допилят но пока если включить функцию 10 минк дела обстоят намного лучше так как показатели шима держатся в пределах 18-21 процента но по поводу шима не буду кривить душой 1 я вам пласт 9 про постоянно использую уже очень давно и на него тоже снимаю обзоры и это дело имеет просто сумасшедшие шима 2 мой основной телефон это samsung s21 с не менее космическим шимом как-то я супер дико от этого не страдаю плюс я сейчас использую iphone 13 про и это тоже не идеал по шиму скажем откровенно есть люди на которых это дело действует есть нет а если вы носите очки которые защищают ваше зрение от экранов то при любом раскладе все будет хорошо под разными углами картинку бросает в теплый тон это про 11 то про как вы уже поняли always on display на борту мультитач на все 10 пальцев защищен экран стеклом corning gorilla глаз виктус последние разблокировать экран можно при помощи сканер отпечатка пальцев внедренного в кнопку блокировки и также распознавание лица чувствуете не флагманский подход не в экране сенсор и то и другое работает стабильно хорошо и быстро также на экране по центру наверху расположена фронтальная камера небольших размеров но она есть ее видно в отличие от мимикс 4 обзор на который можете посмотреть на моем канале летим дальше процессор установлен критичный самый последний куалкомовский snapdragon с тремя восьмерками с тех процессом на 5 нанометров и 8 ядрами его максимальная тактовая частота 2,84 гигагерца обвес в виде графического процессора qualcomm adreno 660 gpu со процессор шестого поколения интерфейс миюай 12.5 на основе андроида 11 обновы постоянно прилетают оперативная память lpd r5 последние это круто и доступно на выбор 8 или 12 гигабайт внутренняя память тоже супер шустраю fs 3.1 и на выбор 128 или 256 гигабайт а вот расширить sd-карты и и нельзя поэтому довольно странно что у сяоми не появляются версии на 512 гигабайт но об этом далее зато можно расширить оперативку на 3 гигабайта за счет встроенной памяти но это виртуальная штука и скажем так не особо она решает если не сказать вообще не решает но летим дальше хорошо что есть приятненько имеется поддержка вай фай 6 серии 5g сетей модем 5g тут snapdragon x60 бенда n76 к сожалению нет кто знает о чем я тому важно кто не знает пропускаем мобильную сеть ловит отлично бэнды седьмые 20 на борту это актуально для всех датчик приближения работает слабо хотя эта проблема преследуют многие телефоны сяоми но не ужасно то есть чувствуется что они его поменяли но точно не допилили по вибромотор линейный по оси x настроить можно исключительно тактильно отдачу сама виброс хорошая дачи не дешевый дорогой bluetooth версии последний 5.2 nfc google pay поддерживается и работает из навигации в наличии gps галилео глонасс и бейдоу gps тест на холодную показывает точность 3 метра при условии что рядом нет высоток емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писи марки выдал 7 часов 49 минут и осталось 20 процентов результат неплохой но и не самый космос при условии что тесты я проводил при 120 герцах на максимальной яркости заряжается с нуля до 100 процентов от родного адаптера питания за 21 минуту за 12 минут с 0 процентов набегает 85 беспроводной зарядки нет не супер он флагман еще раз повторяю ван пласт 9 про допустим есть за час игры в геншин к импакт улетает при 60 герцах экраны и максимальной яркости на высоких настройках 30 fps 25 процентов а при тех же условиях на 120 герцах 30 играть в целом комфортно но во время игры яркость сбрасывает через минут 10 хотя напомню что iphone 13 про сбрасывает уже через три минуты яркость притом в три раза но этот сяомишный полу флагман незначительно как утюг не греется но трот лет хотя и не сильно и если выставить средние настройки лайк минимализируется и не надо вспоминать кирин 910 я понимаю что многие смотрят странные обзоры странных блогеров еще раз напоминаю что там умная по и чтобы huawei по 50 про не трот лил нужно просто тыкать по экрану я об этом сразу не знал я если честно особый не копал хотя подписчиков слушаю я в комментах не один десяток человек не отметили что тротлинг тесты а вы проходит только так не будем отвлекаться но huawei по 50 про тоже флагман а этот пытается им быть в общем проще говоря не переигрывает он пока супер топов ни в чем кроме цены но если играть в игры попроще на 11 то про то никаких проблем возникать не будет в априоре теперь к тестам тротлинг тест проходит с неутешительной картины которую вы сейчас видите на экране 187 гипсов минимально максимально 319 в среднем 235 на 100 головках при 30 минутах и не говорите мне что не бывает и условий в которых все это перегревается так сильно включите 4k съемку и походите погуляйте по квартире а лучше 8к в бенчмарке показал сингл кори 812 единиц мульти кори 3100 8 в 3d марки показал wildlife 5895 wildlife extreme 1473 wildlife стресс-тест 5945 wildlife extreme стресс-тест 1550 slingshot и slingshot extreme на максимуме что в принципе неплохие показатели но чтобы пройти все тесты помимо slingshot extreme и slingshot мне понадобилось угадайте что я не знаю как народ просто проходил без этого лайфхака мне пришлось дополнительно подручными средствами его охлаждать и спасла меня в этот раз морозилка в antutu выдал он результат 647 тысяч попугаев сторож тест показал 58000 результаты стресс-теста вы видите на экране еще раз по поводу перегрева вы планируете телефон покупать не на полгода придет лето будет жарко он будет перегреваться вы будете играть на улице где жарко он будет перегреваться вы будете дома где жарко использовать 3 восьмерки он вполне возможно будет перегреваться если для вас эти цифры не имеют значения если вы не играете не снимаете на телефон я не знаю зачем в этот обзор смотрите если честно потому что стресс-тесты и и тесты производительности они не решают они просто позволяют нам понять чем один аппарат отличается от другого потому что 647 тысяч попугаев это не космос это опять же суп флагман но к сожалению не флагман основной блок камер состоит из трех камер основная ширик на 108 мегапикселей оснащенная технологии супер пиксель 9 в одном ультра ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро на 5 мегапикселей с фокусным расстоянием 37 сантиметров запись видео доступным максимальном разрешении 8 к 30 fps и это прям нереально круто запас это всегда хорошо фронталка на скромные 16 мегапикселей с максимальным разрешением съемки 1080p 60 fps и да в этот момент этот суп флагман машет рукой допустим тому же рилме мастер эдишн который стоит 21000 рублей флагманом не является но фронталка у него до 32 мегапикселя хотя если сказать честно рилме в любом ценовом сегменте снимают хуже чем к сожалению сяоми сяоми ты молодцы в этом смысле примеры вы сейчас увидите и сможете оценить качество работы камер как и микрофонов и вот она фронтальная камера оля флагмана сяоми 11т про сразу оля флагмана потому что это все таки при любом раскладе суп флагман ввиду хотя бы разрешение основной к не основной камера а фронталки это всего 1080p 60 fps до снимает классно во всяком случае на экране даже в ночное время вот сейчас тест вы наблюдаете сильный ветер и вполне возможно микрофон и не особо хорошо справляются но даже со мной руки и стапы неплохо работает и цвета и свет играет ну нравится мне но главное что ролик шатер по моему сяоми как раз имеют до плыву так непривычно когда ты тестируешь телефона по 9000 рублей потом ты покупаешь телефон за 40 50 тысяч рублей и он у тебя не может благополучным образом жить без rolling шатра ну согласитесь что это как минимум нелепо хочется чего-то большего а почему большего потому что по большому счету мы переплачиваем за камеры большинству из нас они не нужны вот и мы переплачиваем разумеется за мощности которые нам также не нужны вся эта гонка процессоров это из разряда не нужно с одной стороны с другой стороны нам всем нужен вайфай 6 версии почему потому что это все-таки гигабитная сеть это быстро вот нам желательно 5g почему 5g это не потому что нам нужно 5g у нас в россии во всяком случае мало где он ловит и будет ловить перспективе еще не думаю что скоро а потому что обвес идет хороший то есть оператив очка хорошая внутренняя память сразу хорошая если у него новый процессор не считая huawei по 50 pro как вы помните там на кирине процессор опять же обзор на канале стояла без поддержки 4g то есть они выпускают новинку процессору 10 месяцев но им все равно почему потому что все равно эти аппараты скупаются так как у них там дефицит этих девайсов возможно искусственный надеюсь искусственный потому что если нет то все печально также как с яблоками как многие мне подписчики пишут допустим находящиеся в сша что мне купить пиксель или iphone а я пишу а в айфоны не купите то есть айфона 13 в сша нету и их можно вот сегодня 7 ноября их можно купить максимум на официальном сайте с ожиданием 6 недель то есть сша айфонов 13 pro и 13 pro max в наличии я не знаю где можно найти можете мне написать под роликом не будет интересно так фронталочку мы с вами по максималке можно сказать проверили во всех условиях обстановки надеюсь это не было для вас бесполезно если что всегда можно было что сделать правильно перемотать или поставить x2 в целом не ужасная фотографии из этой местности вы увидите фото будут конечно же лучше но хотелось бы чего-то то серьезнее в плане разрешения пока так а вот основная камера сяоми 11т про даже ночью это прямо блеск почему потому что это 4к 60 fps снимаю с двух рук стоя на месте и здесь есть запись в 8к 30 fps она нам конечно же не нужно но как запас это прямо шик блеск красота максимум отдаем x6 и благополучным образом на ширик мы не переходим с основной камерой но это не критично давайте пройдемся посмотрим как он с двух рук будет записывать вечернее время свет неоднородный то есть везде лампа разные где-то диодные где-то диодные теплого света где-то диодные холодного света и в целом погода благоволит к тому чтобы снимать потому что вечер ветра не много ветер не сильный и самое главное нет осадков потому что самое печальное конечно для телефона снимать еще и когда дождь памятник менделеева в x6 ночью очень хорошо работает стаб мне нравится сейчас я еще конечно же пройдусь для того чтобы вы могли оценить допустим с одной руки как он будет отрабатывать но xiaomi после модельки xiaomi mi 11i которая уже была в сравнении с нордом вторым у меня на канале меня радует кстати напоминаю что топ-10 телефонов был на канале для покупки 11 11 это не к тому что бежать и покупать а к тому что сейчас реально сориентироваться по ценам сколько что должно стоить а кто сколько успеет купить и кому что-то пришлют или не пришлют это уже к сожалению другая история смотрите не нравятся ему неоновые вывески но при увеличении заметьте x6 он вытягивает ну прямо цвет и блеск красота плюс в карму xiaomi для ночи неплохая такая съемка прям совсем неплохая и разумеется я не забуду про автофокус и кстати режим ночной для фото который есть в 11 то про работает хуже чем обычный как вы видите великолепным образом просто отрабатывает автофокус как часики идеально идеально даже вечернее время радует пример работы с селфи камерой xiaomi 11т про день и рассеянный свет солнышко много нет единственное что напрягает как вы видите rolling shutter возможно вы его не видите я на экране его замечаю это фронталка и мне нравится как она снимает днем вообще днем xiaomi снимает хорошо а те кто говорят что это плохой флагман либо не является флагманом посмотрите на процессор все к сожалению смартфоны перегреваются на 3 восьмерках процессор топовый здесь не все топовое но просто огонь и хорошая камера хороший телефончик не супер давайте посмотрим xx нет вспоминается сразу x14 на пикселя на фронталке я все удивлялся зачем им нужен на третьем основная камера все тот же xiaomi 11т про и он просто по мне вышел если честно не в то время и не в том месте то есть x6 максимум если бы его как-то выгрузили чуть-чуть по-другому а он получается последний в линейке и в принципе после xiaomi mi 11 ай стаб смотрим как работает кстати это 4к 60 fps он уже не поражает почему не поражает потому что мы уже привыкли к этой хорошей съемки мы привыкли к довольно неплохой стабилизацией и мало чем нас можно удивить единственное конечно радует каждый раз когда видишь на андроиде паузу в стоковой камере вспоминаю что на айфоне 13 стоковой камере паузы нет а это дико неудобно минусы скользкий нет миниджек перегревается при сильных нагрузках в принципе все что есть на 3 восьмерках перегревается но не говорить об этом как минимум глупо нет оптической стабилизации изображения хотя цифровая здесь отрабатывает также как если сравнивать допустим one plus 9 у меня был и one plus 9 pro я их сравнивал и по большому счету цифровая ван классе 9 не уступает оптической one plus 9 pro вот такая магия вопрос алгоритмов нет беспроводной зарядки а это отличает флагманы от не флагманов хотя у риме флагман риме джеки за тридцать ник к сожалению идет без нее слабая фронталка нет индикатора уведомлений нет защиты от влаги и здесь сейчас самое интересное цена по ссылке в описании к видео во время села 739 долларов и барабанная дробь чтобы получилась такая цена разумеется вам нужно зайти в телегу и посмотреть промокоды в моем телеграм-канале и использовать их те что будут живые я уверен что такой ценник продлится недолго я уверен что будут проблемы с доставкой потому что 11 про мне доставляли и гиги сколько и в итоге лайфхак мне пришлось отменить заказ и откуда его взяла я тактично промолчу ну так у многих а самое интересное в этой всей истории если вы планируете потратить много денег вам нужен флагман с которым ходят все а с этим флагманом к сожалению или к счастью ходят все хотя он также перегревается one plus 9 про пусть китайская версия пусть минимальная комплектация но будет стоить с доставкой из россии 37000 рублей 11 11 если в этот обзор смотрите 10 или 11 или перед black friday допустим либо перед кибер понедельником мониторьте тогда уж флагман и не такая большая разница потому что там вы получаете и беспроводную зарядку и защиту от влаги и плюс все таки материалы чуть-чуть на другие резюмирую лично мне сяоми 11 про намного больше зашел чем 11 хотя внешне он совершенно не отличается но 11 про по факту топовый процессор более быстрая зарядка она просто космическая dolby vision помимо этого есть еще магическая штука из разряда юфс 31 и ddr 5 и это уже прямо заявка серьезная на победу он отлично снимает при том у него запас до 8к если выбирать суп флагман у сяоми тав я бы наверное остановился на нем либо на сяоми mi 11 обзор на который тоже вы можете посмотреть на экране и это как раз ответ сразу на все ваши советы которые вы видите в интернете когда у меня был обзор сравнение норда 2 и сяоми 11 а я согласитесь у сяоми все плюс-минус в одном ценнике снимает сяоми 11 а и норд к сожалению порвал просто как тузик грелку посмотрите это сравнение там даже особо разговаривать не стоит потому что я ничего не обрабатывал я запилил ролик и закинул его в youtube таким какой он есть сяоми а съемки на голову выше чем ван класс но папа ван класс круче если у вас есть возможность купить что-то топовое ван класса лучше это делать допустим он класс 9 или 9 про если у вас этой возможности нет вам горит три восьмерочки то берите этот аппарат не пожалеете опять же только вот по акционной цене не по акционной цене я его не советую однозначно в целом аппараты идентичная автономность принципе достаточно и все остальное мне понравилось 11 т прошик блеск красота молодцы что смогли обуздать в каком-то смысле 3 восьмерки пусть не идеально но за те деньги за которые его будут предлагать аппарат огнивый и я его советую опять же тем кто не пробовал рим я думаю те кто пробовал риме с риме юай или колу с от ван класса вряд ли или колу с от опы или oxygen от ван класса вряд ли смогут с этих оболочек пересесть нами юай но это лирика не забываем что на канале чертова туча конкурсов а самое интересное это завтра 20 бэндов 6 серии уйдет в розыгрыше среди подписчиков разумеется сегодня будет стрим с советами что где купить я сделал много всяких топов начиная от пылесосов телефонов телевизоров наушников и ноутбуков и заканчивая узкими направлениями я них тоже расскажу буду советовать вам какие конкретно бы я девайсы выбрал на этом селе при том вне зависимости от цены а из разряда что по-настоящему на моем опыте есть хорошего так что приходите на стрим пообщаемся решим что брать я расскажу вам что буду брать я хотя в телеге это уже есть девайсу однозначно и поэтому цен никуда добра и удачи вам дорогие друзья